МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире новости, 24 часа, в студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. А также примет участие в торжествах по случаю 70-летнего юбилея главы Русской Православной Церкви, патриарха московского Сеяруси Кирилла. Они пройдут в Храме Христа Спасителя. Деловая часть рабочего визита президента Беларуси запланирована на вторую половину дня. Лидеры двух стран обсудят наиболее актуальные темы белорусско-российских отношений. Ожидается, что будут затронуты вопросы политического взаимодействия, развития интеграционных процессов. Накануне посол России в Беларуси в интервью СТВ отметил, что главными в переговорной повестке будут политические вопросы с учетом последних избирательных кампаний в США, Франции и Германии. Кроме того, не исключено обсуждение нефтегазовой тематики. Россия — основной экономический партнер Беларуси. В 2015 году страны наторговали на сумму в 27,5 миллиардов долларов. В этом году цифра уже приближается к 20 миллиардам. Впрочем, в отношениях между странами остается ряд вопросов, которые необходимо обсудить. Это отметил президент Беларуси, общаясь с представителями региональных СМИ России. Анонсируя на пресс-конференции свой визит в Москву, Александр Лукашенко подчеркнул, что речь не идет о каких-то концептуальных вещах, и существует определенность по всем вопросам. Тем временем сегодня в Минске Беларусь и Россия согласовали совместные внешнеполитические действия на ближайшую перспективу. Главы МИД двух стран сошлись во мнении, что ЕАЭС необходимо выстраивать долгосрочную интеграцию с Европейским Союзом. На совместном заседании министры обсудили также тему взаимодействия с другими международными объединениями, в частности с Шанхайской организацией сотрудничества. Речь также шла о совместных действиях в рамках ООН. Особое внимание в ходе дискуссии мы уделили проблематикой Евразийского экономического союза, в том числе вопросам налаживания взаимодействия ЕАЭС с другими интеграционными объединениями. В этой связи обсуждена тема выстраивания прагматичных и долгосрочных отношений между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Нашим интересом также отвечает сопряжение Евразийского экономического союза с китайской инициативой экономического пояса «Шелкового пути» и налаживание конструктивных контактов между Союзом и ОСЕАН. Мы рассмотрели в рамках еще одного пункта повестки дня наше отношение с Европейским Союзом, нашу совместную работу в ОБСЕ по линии Совета Европы и договорились продолжать наши совместные шаги в интересах продвижения объединительной повестки дня на европейском континенте. Японию из-за мощного землетрясения могут поглотить трехметровые волны цунами. Страну поразило землетрясение магнитудой 7,4. Удар стихии пришелся на Фукусиму, где расположена атомная электростанция, которая пострадала в результате землетрясения 5 лет назад. Так на АЭС временно вышла из строя система охлаждения, но ситуацию быстро взяли под контроль. Землетрясение также вызвало цунами. Как считали метеорологи, волны могли достигать высоту до 3 метров. Эти прогнозы пока не оправдались, но жители прибрежных районов призывают не терять бдительности, поскольку возможны повторные мощные толчки. В китайской провинции Шаньси масштабная авария надолго парализовала движение на местной скоростной автомагистрали. Здесь столкнулись полтора десятка машин. Сообщается о 17 погибших и о 35 тяжелораненых. В настоящий момент пожарные, врачи и полицейские продолжают работу на месте трагедии. Здесь причиной инцидента стала погода. Дорожное полотно оказалось частью покрыто снегом, частью обледенело, а водители не приняли это в расчет. Одно из подразделений крупнейшего немецкого авиаперевозчика объявило забастовку. Отменены десятки рейсов, завтра к стачке присоединятся пилоты и, вероятно, бортпроводники головной компании. Общее число летного персонала, который не выйдет на работу, составит 5,5 тысяч человек. Немецкие авиаторы требуют повышения жалования на 20%. Кроме того, они добиваются сохранения своих льгот и преференций в пенсионной сфере. Австралия крайне встревожена к готовности Дональда Трампа аннулировать Транс-Тихоокеанское торговое партнерство. ТТП было подписано в феврале нынешнего года 12 странами, имеющими выход к Тихому океану. Этот договор является самым масштабным из соглашения о свободной торговле в истории человечества. В самой ближайшей перспективе партнерство обещало отменить национальные юрисдикции в торговле для самых богатых и влиятельных корпораций планеты. ТТП предполагалось дополнить трансатлантическим соглашением такого рода. Дональд Трамп, однако, делает выбор в пользу стратегии экономического протекционизма. Австралийцы в панике. Поводы для тревоги есть у Японии, Мексики, Канады и других, не последних в экономическом отношении, держав. Париж и сам по себе праздник, который всегда с тобой. И вот в этом городе начинается сезон новогодних и рождественских забав с развлечениями. Минувшей ночью на Елисейских полях впервые засияла праздничная иллюминация, которая будет отключена теперь лишь к середине января. На всем протяжении Елисейских полей будет работать новогодний базар, где можно приобрести жареные каштаны и глинтвейн. И без того наводненный туристами Париж обзавелся еще одной достопримечательностью, поглазеть на которую собрались толпы. Рождественская иллюминация вызвала заторы и толчию на тротуарах. Олег Романов, телекомпания СТВ. Борисове грузовик насмерть сбил женщину с ребенком. Трагедия произошла утром на нерегулируемом пешеходном переходе. Грузовик наехал на женщину и ее семилетнюю дочь. Они погибли на месте. К выяснению всех обстоятельств произошедшего подключилось управление Следственного комитета по Минской области. Назначен ряд экспертиз, в том числе технического состояния грузовика. Предварительно установлено, что водитель, управлявший им, был трез. Возбуждено уголовное дело. Производитель белорусских электробусов прорабатывает возможность поставок в Румынию, Болгарию и Турцию. Этим транспортом уже интересуются в Европе. На улице Минска электрические автобусы выйдут уже на следующей неделе. Правда, пока для испытания. Рейсы будут пробными, без пассажиров. Отмечу электробус «Витовт» — первый экологический вид транспорта отечественного производства. Его презентовали весной этого года. Машина будет ехать без контакта с сетью и заряжаться на конечных пунктах маршрута. В первую очередь у нас есть договоренности с Санкт-Петербургом и с Москвой о том, что мы представим электробусы на опытную эксплуатацию. У нас действительно есть проект по Сахалину, есть переговоры по поводу нескольких городов в Казахстане. Мы планируем, что наш электробус будет востребован на новых рынках, таких как европейские страны. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает создать фонд для компенсации зарплат работникам предприятий банкротов. Принять этот проект планируют в 2018 году. В Совете при фонде будут рассматривать все случаи в отдельности и определять размеры денежных выплат. Федерация считает, что введение страхования на случай утраты заработка позволит улучшить социальную защиту работника и гарантировать компенсацию. Будут рассматривать все случаи и не во всех случаях будет происходить компенсация, потому что разные бывают ситуации и надо каждый вопрос изучать, в какой степени должна быть компенсация произведена, насколько она должна быть выплачена. Это уже будет решать совет фонда, куда, как мы видим, должны входить три стороны. Также это будут правительства, это будут наниматели и профсоюзы. На карте Беларуси появятся два новых города. Этот статус получат поселки Кругло и Белыничи. Добро на проведение необходимых юридических процедур могилевским властям дал Совет министров. Два этих райцентра имеют древнюю историю. Первое упоминание Белыничи относится к XIII веку, Круглого к середине XVI. Оба городских поселка находится относительно недалеко от Могилева. Включить особых людей в жизнь целого общества в Гродно стартовал проект ООН «Инклюзивная Беларусь». Выставки, посвященные людям с инвалидностью, акции против гендерного неравенства, тренинги против домашнего насилия. С помощью наглядных примеров организаторы надеются обратить внимание белорусов на эти проблемы. Так слабовидящие гродницы предложили гостям с закрытыми глазами сразиться с ними в настольный теннис. А студенты Белорусского государственного университета разработали приложение, позволяющее понять язык жестов. Мы часто видим людей, которые не могут в обычных жизненных ситуациях как-то пообщаться с другими людьми. Для них мы решили разработать такое приложение, чтобы убрать эти барьеры. Я абсолютно убежден, что многим людям есть чему поучиться в вашей стране. Мы хотим, чтобы людей, которые являются представителями уязвимых групп населения, больше не рассматривали как получателей определенных услуг, а чтобы обратили внимание на тот потенциал, которым они обладают, и чтобы этот потенциал в максимальной степени был задействован в развитии общества. И последнее изобретение для ленивых романтиков представили в Нидерландах. Летающий гамак может перемещаться вместе с человеком. В движение его приводят два беспилотника. Лежанка крепится к гигантскому квадрокоптеру, которым управляют с помощью пульта. Создатели утверждают, что такие летающие гамаки в скором будущем появятся в каждом доме. На этом у меня пока все. Далее спортивные обозрения. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи, эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 16.30. До встречи!